Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами обратимся к эпизоду из книги «Исход» в 4 главе. 24 по 26 стих рассказывается об очень таинственном и странном эпизоде, в котором употребляется таинственное выражение «жених крови». В нашем синодальном переводе рассказывается о том, как дорогою на ночлеге случилось, что встретил Господь Моисея и хотел его умертвить. 25 И тогда Сипфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам, Моисея сказала «Ты жених крови у меня». 26 И отошел от Моисея Господь, и тогда сказала она «Жених крови по обрезанию». Сам по себе этот текст очень таинственный, и греческий перевод этого текста вносит еще большую глубину и таинственность, которая позволяет нам, христианам, видеть в Ветхом Завете пророчество о Христе и Церкви. И поэтому попытаемся прочитать этот эпизод так, как его читали всегда святые отцы, то есть на нескольких уровнях. И начинать нужно всегда с буквального, для того, чтобы понять, о чем же буквально говорит этот текст. И потом, исходя из этого, опираясь на это, мы увидим внутренний смысл, внутреннее содержание этого преувствования, которое говорит о чем-то духовном и, может быть, о реальностях небесных, земных и, в конце концов, эсхатологических, то есть то, что будет в конце мира. И очень важно Священное Писание читать именно на всех этих уровнях, но прежде всего буквальный. Текст, который остался в иудейской традиции, более прост. Действительно говорится о том, что остановившись на ночлег по пути в Египет, Моисею поручена миссия вывести народ Израиля из Египта, и он вместе со своей семьей останавливается для того, чтобы переночевать, и приходит Господь, приходит для того, чтобы его действительно умертвить. И Сепфора совершает обрезание своему сыну, она коснулась ног Моисея или помазала их кровью, и сказала, неужели нужна тебе кровь? И это немножко другой смысл. Она как будто Богу задает вопрос, ты действительно хочешь его убить, и тебе действительно нужна кровь? И Господь отпускает Моисея. И тогда она сказала, нужна тебе кровь, но это кровь обрезанная. То есть обряд обрезания, который совершается над каждым новорожденным младенцем в знак заключения завета с Богом в иудаизме, в исламе, и становится той жертвой крови, которая выкупает человека от смерти. И с еврейским текстом все достаточно просто. Речь идет об обрезании. Конечно, здесь мы возвращаемся к эпизоду исхода народа Израиля из Египта. Каждый раз, когда мы празднуем Пасху, тайну смерти и воскресения Христа, мы с вами читаем эти ветхозаветные эпизоды о том, как ангел-губитель, ангел смерти прошел стороной. Он не коснулся израилетян, он обходит стороной их дома, потому что косяки дверей были помазаны кровью жертвенных агнцев. Эта священная кровь была священным знаком для ангела смерти, для того, чтобы он прошел стороной. И поэтому здесь тот же самый образ крови, которая связана с каким-то искуплением, жертвой, которая становится вот таким священным покровителем, почти амулетом от сил смерти и гибели. И здесь очень красивая эта перекличка с эпизодом пасхального исхода и пасхального агнца. Но одновременно всякий раз, когда в Ветхом Завете говорится о женщинах или о супружеских отношениях, или об отношениях матери и сына, или отца и сына, конечно, мы здесь видим аналогию и некое пророчество о новозаветных реальностях. И поэтому очень часто для святых отцов женские образы являются неким пророчеством и прообразом Божьей Матери и Церкви. И поэтому здесь мы видим очень важное откровение о том, что человек не может спастись в одиночку. Некоторые люди думают, что можно не ходить в храм, главное, чтобы в душе был Бог, и нужны личные отношения с Богом, тет-а-тет, вдвоем мы договоримся обо всем. Это очень большое заблуждение и абсурд, потому что Бог сотворил человечество как целое, и поэтому вот такие индивидуальные отношения, они невозможны, потому что как атомы, как отделенные индивидуумы, мы Богу неинтересны, мы не существуем для Него, мы для Него существуем как часть какого-то целого. И поэтому здесь очень важен образ женщины, которая спасает своего мужа от смерти. Это помогает нам понять, если мы обратимся к эпизоду, который рассказывается в книге «Бытия» в 32 главе о том, как Иаков борется с ангелом у потока Явок. Иаков готовится войти в землю обетованную, и на границе его подстерегает какое-то таинственное существо, не сказано, кто это именно, это ангел, но потом мы узнаем, что в действительности через этого ангела или этого таинственного незнакомства сам Бог бросает вызов Иакову для того, чтобы тот прошел через испытание. И в этой битве Иаков умирает как Яков, он рождается как новый человек, и поэтому он получает имя Израиль. И так тот же самый эпизод. Избранник Божий подвергается испытанию. Но здесь в эпизоде с Моисеем не сказано, что это испытание. Сказано конкретно, Господь приходит для того, чтобы умертвить. Решение уже принято. И в тот момент, когда решение принято, Моисей не может спасти себя сам в одиночку. Точно так же, как мы не можем сами себе протянуть руку помощи. Всегда будет кто-то другой. И поэтому женский образ, который здесь оказывается рядом, тоже нас возвращает к Адаму и Еве, потому что Ева создана как помощница Адаму, как тот, кто может протянуть ему руку помощи и руку спасения. И в этом смысле слово помощница – это один из атрибутов Бога, потому что он помощник. И Ева точно так же помощница Адаму. И здесь Сепфора становится спасением для Моисея. И это прекрасное пророчество о том, что церковь для своих сыновей становится источником спасения. И точно так же, как здесь возникают мотивы о том, что Сепфора одновременно и мать своего сына, над которым она совершает обрезание, и одновременно она супруга, вот этот образ и матери, и супруги, конечно, в экзегезе святых отцов накладывается на образ Божьей Матери, для того, чтобы нам действительно понять, как пересекаются тайны брака, тайны материнства, и, в конце концов, тайны завета и спасения, о которых говорится в этом эпизоде. Есть, конечно, большое смущение у некоторых людей, когда они узнают о том, что в какой-то момент Моисей отпускает Сепфору, он ее отпускает в дом отца. При этом у них остаются прекрасные отношения. Но, тем не менее, Сепфора – его отпущенная жена, возвращенная. После того, как она родила ему двух сыновей, она возвращается в дом отца, вероятно, для того, чтобы Моисей смог исполнить свою миссию и вывести народ Израиля из Египта. И очень часто возникает вопрос, если так, то почему, когда мы совершаем таинство венчания, то мы вспоминаем имена Моисея и Сепфоры как священных покровителей брака, именно для того, чтобы показать, что брак – это не только какие-то узы отношений, которые связывают конкретных участников этого таинства индивидуально, но брак – это то, что связывает все человечество с Богом и поэтому имеет совершенно другие, более вселенские масштабы и горизонты. И, тем не менее, этот текст остается загадочным, двусмысленным, и каждый раз, когда его читаешь, у тебя возникают новые вопросы. И поэтому каждый раз, когда возникают такие вопросы, нужно терпеливо ждать благодати Святого Духа, когда нам Господь откроет то или иное значение, тот или иной образ. Но всегда имейте в виду и обращайте свой взор на тайну Христа и Церкви, который и является главным содержанием того, что является брак в глазах Бога. На портале Экзогеатру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга.